Сегодня у нас 615 выпуск открытой политики, обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, но прежде чем мы перейдем к обзору этого замечательного события, я вынужден исправить ошибку, которую допустил в прошлом обзоре оперативного совещания от 19 августа. На самом деле, когда речь зашла о чрезвычайной ситуации в связи с перенасыщением почвы влагой, речь шла о том, что Хабиров намеревался ввести чрезвычайное положение почему-то с 11 июля. Напомню, разговор был 19 августа. Я оговорился и перепутал даты. На самом деле, вот уже в середине минувшей недели, 21 августа, через два дня после этого оперативного совещания, Хабиров подписал указ о введении ЧАЭС, ну, вовсе не на всей территории Республики, как было обещано, а на 80% территории региона. Каким образом можно вводить 21 августа ЧАЭС, которое началось, по мнению Хабирова, 11 июля, и почему это ЧАЭС продлится именно до 11 сентября, категорически непонятно. Ну, тут хочется воскликнуть, а что так можно было задним числом вводить ЧАЭС. По сути, это ярчайшая иллюстрация того, как непоследователен и непрофессионален Хабиров и его помощники в том, что они делают. Собственно, эта непоследовательность и непрофессиональность касаются весьма важных решений, которые затрагивают интересы практически каждого жителя Республики Башкортостан. Ну, совершенно очевидно, что задним числом вводить ЧАЭС это как-то очень даже странно. И почему именно до 11 сентября? Тоже непонятно. В общем, вопросы остаются, а за свою ошибку с датами я, конечно же, приношу извинения. По сути, все оперативное совещание правительства 26 августа было превращено в один большой предвыборный агитационный материал ради Хабирова. За счет этого были сокращены и вовсе выкинутые из повестки дня доклады о реальном положении в регионе. Ну, конечно, к чему за 11 дней до перевыборов Хабирова упоминать о проблемах и бедах Башкортостана? Совершенно ни к чему. Вступительное слово к совещанию самого Хабирова, в свою очередь, было превращено в живительный сеанс щедрости, заботы и нежности дорогого Радио Фаритовича по отношению к согражданам. Как из рога изобилия сыпал Радио Фаритович на случайных прохожих и специально отобранных благообразных просителей слуховые аппараты, консультации, решения проблем, всевозможные блага, решения вопросов, ответы на вопросы. И, конечно же, было очень много обещаний. Обещания сделать все, что только пожелаете. Дороги, тропинки, школы, физкультурные комплексы и даже пожарные депо в каком-то далеком Мраково. За 20 минут Хабиров переобещал все то, что на самом деле должен был систематически делать все шесть последних лет. И даже больше. Как говорится, не жалко. Переобещаю обещанное. Мне кажется, что надо быть особенно извращенно доверчивым, чтобы теперь поверить в этот предвыборный фестиваль заботы о населении. У нас было почти шесть лет, чтобы убедиться в системной непригодности Хабирова и его команды к эффективному управлению регионом. И потому поверить во все это, что обещал Хабиров в своем вступительном слове к оперативному совещанию, могут, пожалуй, только те, кто совсем недавно родились, уже при Раде и Фаритовиче. Вот эти, наверное, еще в такое могут поверить. Все, кто видел хоть сколько-нибудь иное управление регионом, наверное, отнесутся к этому фонтану обещаний с должным недоверием. Тем, кто так и не научился еще ускорять YouTube, или тем, у кого этот YouTube полностью заблокирован провайдерами, мы советуем подписаться на группы «Открытая политика» во ВКонтакте и в Телеграме. Там вы получите ровно те же материалы, которые мы выкладываем в YouTube. Не забывайте также лайкать и комментировать все наши материалы, тем самым вы помогаете продвигать материалы в социальных сетях и даете возможность еще большего количества людей ознакомиться с тем, что мы делаем на канале «Открытая политика». И в этот раз не обошли стороной вопрос проблем сельского хозяйства. Вернее, как проблем. Судя по докладу министра сельского хозяйства Фазарахманова, проблем теперь больше нет. Погода наладилась, и Ильшат Вилдусович бодренько сообщил о том, что уже убрано 10% посевных площадей. Всего собрано аж 670 тысяч тонн зерна. За неделю ему удалось намолотить 270 тысяч тонн. Напомню, что прошлогодний урожай превысил 4 миллиона тонн. Фазарахманов декларировал урожайность 28 центнеров с гектара, что, конечно, на самом деле по мировым меркам, да и по меркам урожайности в России это совсем, как говорится, скромненько. 60% сенажа уже собрано, по утверждению министра сельского хозяйства, и 55% сено тоже скошено, правда его нужно сушить, и непонятно как это делать. Единственное, с чем все хорошо у Ильшата Вилдусовича, это с сахарной свеклой. Вот за урожай сахарной свеклы и производство сахара Ильшат Вилдусович не беспокоится. Ну, как известно, это совершенно ему не чужой бизнес. Звучал Фазарахманов в этот раз действительно существенно оптимистичнее, ну, чем в прошлый раз, когда он сообщил, что все пропало. И Хабиров подбадривал его во время доклада всякими такими смешными ремарками, например, «Дай Бог, что-то у нас получится». Это была прямая цитата из Хабирова. Ну, надежды, как известно, юношей питают, но и нам с таким руководством региона не остается ничего больше, чем уповать на Господа Бога и небесные силы. Обращаюсь к нашим подписчикам и зрителям. Помните, что, помогая материально нашему каналу, вы не только сохраняете независимый источник информации, но еще даете возможность получать эту информацию другим. Тем, кому не по силам помогать нашему каналу, например, на сумму 100 или 200 рублей. Есть и такие. А помогать материально нашему каналу просто и безопасно. Через карту Сбербанка, которую вы сейчас видите на экране, и номер которой вы можете найти в описании под каждым видео на нашем видеоканале в YouTube. Заслушали доклад министра образования Мавлитбердина Ильдара Маратовича о готовности средних школ к новому учебному году. Господин министр доложил о том, что со 2 сентября в школы пойдут свыше 500 тысяч школьников Республики Башкортостан. Ну а 2 сентября в первый учебный день во всех школах пройдут торжественные линейки, на котором в обязательном порядке будут присутствовать почетные гости и депутаты. Почему-то вот на это был сделан особый упор. Видимо, депутаты должны что-то шепнуть родителям детей или учителям, которым в скором времени предстоит обеспечивать победу дорогого Ради Фаритовича на выборах. По словам министра, все 1244 школы Республики Башкортостан ровно на 100% готовы к учебному году. Так заявил министр образования. То есть все эти школы оборудованы и отремонтированы согласно самым высоким стандартам, действующим в прекрасной России настоящего. В школах в избытке учебных пособий и учебников. Полным-полно автобусов и учебных принадлежностей. Причем все они приобретены за счет государства. И, по словам министра, исключительно благодаря усилиям дорогого Ради Фаритовича. Денег на все это великолепие было так много, что удалось даже оснастить еще и школу в далеком, вновь приобретенном регионе России. Ну, честно скажу, по завершении этого триумфального доклада министра образования у меня звенело в ушах. И хотелось, конечно, обнять его и плакать. Но потом я почему-то передумал. Чтобы не портить прекрасную картинку и атмосферу оперативного совещания, решили ничего не узнавать о том, что в нескольких крупных районах Уфы прямо во время совещания остались без воды тысячи и тысячи жителей. Речь идет о Сафроновском Затоне, ЖК, Сосны, поселке 8 Марта и многих других. Решили об этом не говорить. Ну, без воды так без воды, ничего страшного. Также решили не обращать внимания на то, что по улицам Уфы именно прямо в момент вот этого оперативного совещания лились реки питьевой воды, за которую, кстати говоря, заплатят жильцы. И на это тоже особенно никто не обращает внимания. Решили говорить о любимом, о приятном. Решили говорить о благоустройстве. Вот это магическое слово звучит все шесть лет. Благоустройство, благоустройство, благоустройство. Хабиров перед докладом госпожи Головановой заявил о том, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации наградило Республику Башкортостан дипломом за лидерство в обустройстве малых городов и сельских поселений. Хабиров с гордостью продемонстрировал Вишневый диплом на экране оперативного совещания. Был, вот прямо его распирало. Был так рад и счастлив. Дальше дали слово, естественно, Головановой и Ирина Александровна звонким голосом пионер-вожатой доложила о том, что все последние пять лет все, без исключения действия Министерства жилищно-коммунального хозяйства, были направлены исключительно на создание комфортной среды обитания жителей Республики Башкортостан. Семь миллиардов рублей Министерство ЖКХ превратило в сотни скверов, парков, набережных и прочих приятных объектов. Слушая все эти прекрасные слова, ну, слова о самих себе, даже становилось неловко. За некоторых безответственных, несознательных сограждан, недовольных, например, суммами платежей за ЖКХ, или, очевидно, лживо сетующих на разбитые дороги несуществующие транспортные развязки и прочее, прочее, прочее. В процветающем Башкортостане такого быть не может, ну, судя по крайней мере, по докладу госпожи Головановой. Как не может быть, например, ям на дорогах, которые давно заделаны, как не может быть участков дорог, где не расчерчена разметка автомобильная и прочее, прочее. В общем, слушал я Голованову и тоже хотел плакать. Субтитры создавал DimaTorzok